Ну вот, как и каждый раз. Ну что за неудачники, мы все, господи, прости! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить историю одного неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! И тут пионер совершил нечто, что совсем не вписывалось в его обычный образ. Он подошёл и крепко меня обнял. Поверь, я знаю, что сейчас совсем херово. Но если ещё и я расклеюсь, то точно всё по пизде пойдёт. Поэтому я и изображаю такого холодного и отстранённого. Это не совсем так на самом деле. Спасибо тебе! И да, я понимаю тебя. Пусть и в меньшей степени, но я точно такого же отыгрывал перед Микуфилом и Семёном. А теперь иди. Мне же надо ещё ботанера с ботануром проведать. Правда, они даже знать об этом не будут. И тут я вспомнил про другого своего кореша. Погоди, а что насчёт Алисофага? Он уже... Нет, ещё нет. Он же должен ещё с Микуфилом встретиться, помнишь? Ах, да, точно. Ладно, пионер, по последнему рывку. Да, потом ещё немного отдохнём. Отдохнём. Обещаю. И я сделал всё, как меня и просили. Переместился обратно в тот цикл. Наблюдал, как из воды достают Мику. Как все ищут Семёна. Славе и ребята, бывшие на площади, пытались рассказать им, что Серафим с Семёном просто взяли и испарились. Честное слово. Но им никто не верил, списывая всё на шок. Официальная версия была такова. Семён не выдержал смерти любимой, и его кузен Серафим куда-то его увёл. По-хорошему, в таких случаях должны снаряжать поисковые отряды. Но в таком состоянии никто этого сделать не смог бы. Да и Серафим показал себя парнем самостоятельным. Вот мёртвая пионерка – это совершенно другой уровень. Собрав все сведения, я решил вскоротать время в бомбоубежище под старым корпусом. Как я уже когда-то делал. Там даже были те самые пятнашки. Вот только желания снова собирать этот пазл у меня не было, но совершенно никакого. Ночью я переместился к медпункту. И да, пионер не обманул. Мои навыки действительно возвращались ко мне. Чёрт! Это ведь ещё один болючий момент в моей его истории. И вот я снова здесь, в этом самом цикле. Здесь всё началось, здесь всё закончилось. Но не для меня. Не ты один вернулся сюда. Я решил подать голос. Алконер? Ты-то что здесь делаешь? У тебя же были какие-то там дела, или всё же совесть заела? И ты решил попрощаться с ней? Я пришёл поддержать тебя, потому что знал, что ты тут будешь. Ты, скорее всего, подумал, что они переместили её тело в медпункт, если вытащили из воды. Да, ты прав. Она сейчас лежит здесь, потому что никто не решил все садиться за руль в таком состоянии и везти её в город. Возможно, ты так же думаешь, что отточишь свои навыки, и сможешь прыгнуть в прошлое. Поверь, даже если бы тебе это удалось, тебе бы не дали спасти её. Кто бы не дал, ты или пионер? Не он и не я. У этого лагеря есть свои силы и боги. И поверь, с ними лучше не конфликтовать. Бесстрашный алкаш кого-то боится? Вот бы не подумал. У каждого из нас тут свои страхи и слабости. Что это, мои себе любимых? Зайдём или... Если ты готов, конечно. Алканер, ты уже был здесь когда-то, это страшно? Видите, я такой... Я перенесу это. Это будет адски больно, но ты должен это сделать. Она заслуживает того, чтобы с ней попрощались. Види. Мы зашли и обнаружили Виолу, рыдающую над телом Мику. Мику Фил вздрогнул и не сразу решился посмотреть на Хима. Ты можешь сказать ей всё, что захочешь. Я отойду, а Виола сейчас не слушает ничего и никого. А ты не хочешь попрощаться с ней? Я уже сделал это в своё время. Сказал я и вошёл. Ещё я сделал это сегодня ночью, когда она шла топиться. Немного погорёй из медпункта, вышел и он. Всё сказал, что хотел. Всё, что смог выразить. Вот ты умничка. А теперь пора, баиньки. Я перенесу тебя обратно в тот цикл, из которого ты сейчас пришёл. А ты решил окончательно трезвенником заделаться? Сегодня был крайне важный день. Я не должен был нигде накосячить. А так, посмотрим, насколько времени меня хватит. Всё, пойдём. Я коснулся его и перенёс в цикл пионера. И помни, ты не один. Постараюсь не забыть. Спокойной ночи. Ага. Самый спокойный за все последние, блядь, дни. Особенно для тебя. Почему-то сорвал я свою злость и совершил прыжок. Я завалялся в какой-то цикл, но что-то не давало мне покоя. Он был пусто, затем начались странные ощущения. Чуйка подсказала мне, что это конец цикла и его перезапуск. Поэтому пришлось срочно валить. Затем я провёл несколько дней в другом цикле. По большей части я просто валялся у Виола в медпункте. Меня и правда хреновила, плюс моя обаятельность. В общем, мне такое разрешалось. Затем мне неожиданно позвонил пионер и попросил о встрече. Ну, здравствуй. Приветствую, как всё идёт? Микофил уже отправился в своё путешествие с Ленофилом, а Лисофак и Славяфак отыграли свои роли. Он замолк, но я всё и так прекрасно понял. Чёрт! У тебя ещё осталась водка из того цикла? Да. Поделишься? Я лишь кивнул, доставая бутылку из кармана треников. Сперва мы пили по большей части молча. Затем начали просто вспоминать всё, что нам довелось пережить. Выпили за покинувших нас и за тех, кто придёт на их места. За то, чтобы у Юлия лишай выскочил. И за то, чтобы новички нашли в себе силы не пойти по нашему пути. Бутонор уже скоро сделает тебе операцию на глаза. Тогда он окончательно встанет на ноги. Вау! Поздравляю! Но меня всё-таки интересует. А что было бы не решить Мику Филу бить Семёна в старом лагере? Если... Или если бы он хотя бы не прыгнул за Мику? Или если бы Пионор отказался от помощи бутонера? Изменило бы это хоть что-нибудь? Или же Юлия просто поправил бы недочёт в своём сценарии? И всё пошло бы как раньше? Кажется, теперь нам уже не суждено этого узнать. Верно. Но, возможно, когда-нибудь... Когда-нибудь все шестерёнки этого механизма встанут, либо обратятся вспять. И тогда посмотрим, что произойдёт. Я с удивлением смотрел на Пионера. Только что он сидел весь убитый, а сейчас в его глазах пылали злоба и ненависть. И эти красные огоньки. Интересно, взял их ли он забороть кошка-бомжа? Ведь даже Пионору удавалось его как-то задеть. Может, ему надо просто придать уверенность и сподвигнуть на это дело? Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Нет, я не могу рисковать всем, что готовил годами. Я прекрасно понимаю, что время ещё не пришло. Будь оно так, я бы обязательно почувствовал это. Поверь. Ладно, тогда я даже высказывать ничего не буду. Мы продолжили наш своеобразный алкогольный реквиум по потерянным мечтам. Когда мы прикончили бутылку, Пионер поднялся на ноги. Что ж, пойду я. Но ты отдохни сегодня и воспись хорошенько. До скорой встречи. Он испарился, оставив меня гадать о смысле его слов. Но поступить я решил именно так, как он и сказал. Я вымотался... За... Блядь, я смотался за лежаком возле домика Ольги. И переместился с ним обратно на пляж. Вот только я отошёл от того места, где обычно купаются пионеры. Спокойной ночи, Микофил. Где бы ты ни был. Я проснулся от звонка на мой мобильник. Да. Снова приветствую. Ты ведь не забыл наш предыдущий разговор. Готов к свершениям во благо науки. Ботанера? Да-да, конечно. Мне всё равно больше нечего делать и нечего терять. Просто скажи мне, где ты, и я перемещусь. Ботанер назвал мне координаты. Буду через секунду. Я переместился и оказался на лесной поляне. Здесь была разбита палатка, и я сразу догадался, что это дело рук ботанера. Кажется, внутри, возле неё, лежали всякие детали и инструменты. Я перевёл взгляд и заметил нашего умника. Он стоял возле какой-то странной штуки. Описывать я её даже не берусь. Могу сказать лишь, что она была похожа на странные изобретения старых фильмов в жанре научной фантастики. Я даже не мог сказать, из чего этот агрегат сделан. А вот и ты. Смотрю, к тебе вернулась былая меткость перемещений. Есть такое дело. Так что делать надо? Не буду утомлять тебя долгими рассказами о вычислениях, формулах и сборке этого аппарата. Но ты ведь помнишь своё освобождение из вакуумной тюрьмы? По спине прокатились мурашки. Припоминаю. Так вот. Эта штука откроет похожий портал. Но я перенастроил частоты, поэтому выплюнет она нас не в одном из циклов, а в реальном мире. С некоторой долей вероятности и везения, конечно же. Звучит не сказать, чтобы совсем обнадёживающе. Ну да пофиг. Запускай свою шарманку. Я подошёл к чудо-машине ботанера. Сейчас, сейчас. Я уже заканчиваю настройку. И да, мне самому не терпится попробовать. Он бегал вокруг аппарата, настраивая что-то. Я таки не понял, что именно он делал. Всё, готово. Я запускаю. Он нажал на какой-то рычаг. Я оказался в уже знакомом тоннеле между пространством и временем. Из своего предыдущего опыта, подсказанного мне тогда чуйкой, я уже знал, что главное долететь до конца и не врезаться во что-то. Вот только в прошлый раз я летел один. Я слишком поздно повернул голову и понял, что мы с ботанером стремительно сближаемся. Я не услышал и не почувствовал никакого удара. Меня просто ослепило ярким белым светом. Я не знал, где мы находимся, но одно понимал точно. Эксперимент явно пошёл не по плану. Кто знает, вдруг у нас и правда были шансы вырваться из Савёнка. Но всё накралось медным тазом из-за нашей неудачливости. Да, вот так запороет самое ответственное дело в нашей жизни. Затем я услышал голос. Мда, ну идите уже сюда, бедолаги. Сюда? Это куда? Ты где? На мой голос. Я не видел ботанера, лишь слышал его голос рядом с собой. Но, кажется, мы ободвинулись в одном направлении. Я стоял на той же полянке, где и начался эксперимент. Ну вот, как и каждый раз. Ну что за неудачники мы все, господи, прости. Так, устаю делать одно и то же. А надо ведь сейчас ещё записку Мику Филу написать майку с трениками из аномального цикла доставить. Толику перед началом смены сказать, что парня, сидящего рядом с ним в автобусе, зовут Пианур. Короче говоря, для кого-то это конец пути. А у меня ещё работы непочатый край. Вершина эволюции? То есть их выплюнуло... В начало пути? Чего, блядь? Ладно, признаюсь, что понятно, чуть больше, чем нихуя. Ну, ладно. На этом у нас заканчивается рут Алканьера. Наверное, самый весёлый рут. А дальше у нас будет... Ээээ... Ботанер? Кажется. Ботанер и вампанер ещё остаются. Собственно, да. В следующий раз начинаем Ботанера. А на этом сегодня будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok